Как лично я считаю, абсолютно точно любой проект в GTAK RMP, он уже априори переоценен. И я расскажу вам почему. Невозможно сказать, что проекты, которые сейчас есть в GTAK RMP, они заслуживают свой онлайн. Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Друзья, я вас всех приветствую. Я подозреваю, что вы уже видели мои видеоролики про самый недооцененный, самый переоцененный проект в GTA Samba для Android. И поэтому я решил сделать такие же ролики для RMP. То есть рассказать о том, какой сервер, мол, самый переоцененный. Какой, возможно, недооцененный. Какой, возможно, там, я не знаю, где-то посередине находится. То есть золотая середина. Такого ролика, разумеется, не будет. Но сказать я об этом, ну, не то чтобы должен был. Но, типа, почему бы и нет, да? Так вот, я долго думал вообще, какой проект в GTA CRMP может быть самый переоцененный. Ну, в самом деле. Потому что, вот так, если посмотрите первым таким, знаете, своим взглядом, то так и не поймешь, какой проект самый переоцененный. Именно поэтому я долго смотрел, долго думал, долго анализировал, долго проводил какие-то аналитические замашки и все-все-все прочее. Вы можете уже в комментариях написать то, а как вы думаете, какой бы это будет проект, какой это будет сервер, возможно, я не знаю, а, возможно, вообще ничего не будет. Ролик просто какой-то бессмысленный и так далее. Если вы уже написали, то продолжаем. Если вы не написали, то закройте, пожалуйста, видеоролик немедленно. Вы не имеете права его более смотреть. Так вот. Как лично я считаю, абсолютно точно любой проект в GTA CRMP, он уже априори переоценен. И я расскажу вам почему. Блядь, ну вот опять ни в чем не разобрался и чепухи навел, как, блядь, я в самые лучшие свои годы. Ну про скины бомжей-то ты скажешь сегодня? Вообще нет на этом CRMP проектах, блядь. Ой, су, ой, дебил, блядь. Ну что ты несешь, ебаный в рот. И вы уже, наверное, видели мои видеоролики, где я сравнивал GTA Samp и GTA CRMP, в котором я говорил о очевидных минусах о GTA CRMP. И как лично мне кажется, взглядывая, вот просто вот так вот озираясь на все вот эти вот минусы, которые тут есть, ну просто невозможно. Ну просто вот невозможно сказать, что проекты, которые сейчас есть в GTA CRMP, они заслуживают свой онлайн. Но, как и известно, возможно, по книгам о Карла Марксе и всех прочих основных законах экономики, спрос рождает предложение. И если сейчас на Black Rush, там, знаете, у них в паблике ВКонтакте 100 тысяч участников, на серверах у них там, ну достаточно большой такой, знаете ли, онлайн, достаточно большая фан-база, то, наверное, я рискну предположить, что кому-то это нравится, кому-то это интересно, и кто-то получает от этого, возможно, какое-то эстетическое удовольствие, когда на все это смотрят. Но лично я, вот просто видя какой-то сервер в GTA CRMP, я даже предположить не могу, какие люди там играют, какие пещерные вообще человеки во все это задрачивают. Ну, в самом деле, я еще могу понять GTA SAMP на телефоне, и то это пиздец, как неудобно лично для меня. Но тут, тут-то, блядь, что происходит вообще такого? Взять тот же проект Black Rush, смотришь видеоролики на Ютубе и... Ну, вообще не понимаешь, а что там такого? Смотришь барвих РП, да, блядь, то же самое. Почему какой-то проект набирает больше, какой-то набирает меньше? В чем... В чем все это связано? Кто-то пишет, там, карты не нравятся, кто-то пишет еще что-то. Блядь, ну, какая карта вам нужна вообще? Что в GTA SAMP, там, я не знаю, годами, столетиями, веками одна и та же карта всех устраивает? И сервера там выигрывают чисто по функционалу? Почему тут, я не знаю, какая-то карта решает то, типа, будет проект пользоваться спросом или нет? Однако, это все равно, это то, вот, что я видел в комментариях. Возможно, по каким-то другим причинам играют на одном КРМП проекте и не играют на другом, именно на мобилке. Хотя, на... я не знаю, возможно, что на компьютере точно такая же ситуация. Я не знаю, просто мой опыт знакомства с КРМП, он как прошел? Я скачал, я зашел, повылетало, повылетало, я забросил. Но поиграл я на большом количестве проектов, именно на компьютере, там, Радмир, там, на Мальск. А еще какие-то проекты там были, я уж точно сейчас не вспомню. Было очень давно и неправда. Поэтому я вообще не понимаю людей, которые, ну, вот, могут на полном серьезе рассуждать. Вот, блядь, вот не, Black Rush мне нравится, потому что там то-то, то-то, то-то. А Барвиха мне не нравится, потому что там нету того-то, того-то, того-то. Или там, я не знаю, Барвиха, вот заебись, она открылась, она уже крутая, она уже классная, она обосновалась. А вот это вот, ну, что-то я прям, ну, даже не знаю, зачем все это вообще надо-то. Ну, ты сам-то можешь объяснить все это, типа, ну, в самом-то, ну, ты что хоть, а, дружок? Ну, да, давай ты как-то будь уже по-нормальному, потому что вот это вот, это, это абсолютно ненормально. И тут просто я охуеваю с того, кто вообще, что, что должно произойти в жизни у человека, чтобы он зашел играть на КРМП проект на телефоне. На компьютере, ну, бог с ним, я еще более-менее как-то могу все это понять. Ну, не нравится там американская культура, хочется лишний раз там, знаете, я не знаю, в КРМП вот это вот походить по улочкам российским, по каким-то перенесенным городам и всему прочему. Ну, ну, тут-то, блядь, чё? Ну, тут-то вы чё нахуй происходит вообще-то, чуваки, блядь? Ну, это ж вообще уже, блядь, это не то, что не смешно, это страшно, это страх, блядь. Это я уже говорил, что это страх, блядь, вот все эти КРМПшники, все вот эти фанаты каких-то определенных серверов и люди, которые там не любят какие-то другие серверы, это реально страх, блядь. И я вообще не знаю, как вот все это можно объявить, я вообще, я в душе не ебу, я не понимаю вообще, кто. Я смотрю вот даже ролики, которые там, я не знаю, закачиваю, ещё бывает там, чё-то, когда я это пересматриваю, в рекомендациях, возможно, попадается, я охуеваю с того. И сидят вроде более-менее нормальные такие люди. То есть, как-то более-менее могут мистер Аллен, тот же играет на Барвихе, там, ещё где-то КРМП, ну, возможно, он-то это делает за деньги, более-менее понятно. А люди, которые делают это за бесплатно с собой, неужели можно настолько себя не любить? Хотя, опять же, как я и говорил, это только вот моё мнение, человек, который играл долгое время в GTA сам и пробовал играть в КРМП, но ему не понравилось. Просто вот по тем причинам, которые я описал ранее в своих видеороликах. Ну, в самом деле, ну что это такое, ну как вообще, обо всём этом можно говорить спокойно? Я просто, я в душе не ебу, я сам не знаю, но если у вас есть какие-то пояснения, какие-то объяснения всего этого, и вы можете это, знаете ли, адекватно разложить, чтобы YouTube, руководствуясь своими какими-то принципами сообщества и всем прочим, не удалил всё это, то, разумеется, выкладывайте всё это в комментариях, я всё это прочитаю, всё это прочту, и будем уже как-то, бесходя из всего этого, думать, а чё с вами делать. Однако, данный видеоролик снят на проекте Arizona Roleplay, сервере Phoenix, IP данного сервера находится в описании, там же находится мой никнейм Данте Коннор и вообще все-все-все прочие вещи. А вообще, там ещё есть, знаете, мой телекрам-канал, поэтому, если вас всё это заинтересовало, то заходите и, разумеется, ознакомьтесь со всей информацией именно там. Всем спасибо за просмотр, всем пока!